Дело в том, что ни фамилии, ничего не называем. Я просто пояснение хочу тебе дать. Поступает звонок от одного человека. А можно я приеду вас картошку покопаю? Что это такое? Картошку хозяин садил, заплатил за землю, привез картошку, полол несколько раз, боролся с колорадским жуком, время уборки. Кому же я теперь приеду? Вы где такое высчитали? В каком романе или где-то такое? Зачем тебе ехать-то сюда? Ты не садил, ничего нет. Напоминаю, в Потеряевку приезжают люди, которые садят, садят для себя. Таня Петерима-Муха сколько раз тут была? И зарабатывает неплохо. И однако приезжает, садит. И не только она. Я работал в конторе снабжения управления хлебопродуктов города Барнаула. И у нас каждую весну нас увозили в каком-то районе, давали землю спаханную, кто-то размерял. И нам давали все. И инженер главный, и главный бухгалтер, и начальник. Все приезжали, все садили, платили за свою землю. Потом на прополку нас возили. Никуда не надо откликаться. Вот это так. Я стою как-то на остановке, подошел человек, гляжу. Я говорю, куда? Вот она электричка уехает. Надо на дачу. Я говорю, что не хватает? Конечно нет. Полковник авиации. Полковник. Следующее звание генерал. Сейчас я не могу ошибиться, но окажется Акопян Сергей Живанширович. Я говорю, не хватает. Не хватает, приходится ездить сейчас на дачу. Почему эти люди не ездят? А у него работа такая. Ну такая работа, подойдет, девушки, растягивая и ножки. Человек сажает только то, что ему нужно. Лишнего нет. Я, например, лично здесь не участвовал в посадке. Пропалывать ни одной грядки не пропалывал, ни одной лунки. Ко мне у меня нет ничего. Ну зайди в огород, зайди в лес где-то там, где клен растет там. Ну и что ты там выкопаешь? Моего вообще ничего нет. Мне дают. Знаешь, что в это время я где-то работал. Вы начинаете говорить, я отвечаю. И сразу гляжу, недовольный. Прямо, ну недовольство выраженное. Как так? Человек такой-то, он так-то знает. И садить надо. Весной я говорил, кто хочет садить? У тебя огород пустой. Весь там дальше. Нас, которые там мы садили, не засажены. Нет. Никого нету весной. И не хочет приехать. А копать я приеду. Тут уже не работает. Сейчас ничего не надо. Не твои. Ты сейчас выскочишь с семенами и прочее. Не надо этого говорить. Я просто говорю. Есть люди, которые не могут распорядиться собой. Не хочешь садить? Но ничего и копать. Ты не садил ничего. Бывает, если человек совсем много помогает по каким-то делам. Вот я у матушки выпросил, там сколько ведра два, может, в мешке было. Одному человеку послали. Это там радости сколько было. У нас нет ничего лишнего. Нету. Почему? Потому что мы не одни. Витя приедет сюда. Приедет с женой, с ребенком. Он тоже ничего не садил. Ничего нету. У него, я не знаю, что он, как я говорю. И он не отвечает, что думает. Он уехал. В конце сентября приезжает. Дальше. Мы на костер готовим здесь. И мы живем, я не один. Ты видела, как матушка работает? Сколько у нее огородов, матушка Людмила. Она работает и работает. На грядке гляжу, там легла в траву, полежала, поспала, встала и опять дальше. Кому морковь? Коту грядку я вам отдам. Володя помогал. Она это, это я отдам, это я вам отдам. Каждый год нам помогает. Она работает. Они не могут. У нее высшее образование. Она агроном. И она работает. У нее картошка и морковка. Луку сколько она нам отдала, когда у нас тут гости были? Сколько чесноку она нам давала? Ахапка накопала? Я помог маленько копать. А она охапку сгребла вот так мне. Тащи. Все так, нет? Вот так. Поэтому берите пример с матушки. Просить не надо. Блажение давать, нежели брать. Этих людей спроси. Скажи, за последние 10 лет вы кому картошки дали ведро? Не дали. А последние 10 лет вы садили хоть раз? Нет. А мы вам помогали. Помогали не один раз уже. Но мы не можем всех обеспечить. Я каждый год приезжаю. У нас было 7 человек глухонемых. Я их всех снабжал. Кому глухонемые нужно там? Последняя Тамара не стала брать. Есть которые немощные. И мы приезжали. У нас там хранят. Приезжайте, покупайте. У меня такая работа. Значит деньги есть. Раз работа. А бывают такие. Они взяли долг. А теперь долг растет. Ах, хватанул и подавился. Это ваша грамота такая. Еврейский раб. В банк залез. Ипотеку там или что-то взяли. Дом потеряли. Я знаю этих людей. И они заплатили уже в 3-4 раза больше, чем взяли. Потеряли дом. Как я могу помочь? Никак. Это приехала и говорит. А у меня долг за электричество. Я говорю, сколько? 73 тысячи. 73. А у меня пенсия 6523 рубля. Я что тебе могу помочь? Зачем ты столько нажал? Да нет, тут остались там какие-то туркмены или кто-то, еще это там узбеки. Ну это твой вопрос, твоя квартира. Тебе нечего было есть, я тебе в машину продукта завез. Это довольно будет. Уже забыто и как будто ничего не было. Так что я поясняю тебе на будущее. Этим людям нужно весной заботиться. Что посеешь, что и пожнешь. По слове Судаля Владимира Ивановича очень много на эту тему. Ян Златоуст говорит, что земледелец сеет весною, а уже вдыхает пыль гумна, как он будет молотить. Этот какой вдыхать будет, когда ничего? Не садил. Лопаты в руки не взял. А мог? Да что же не мог-то? И выходные дни были, и все. Заказал для него спахать, заплатил? Нет. То есть любят жить, жиреть. Это нам не подходит. Безразмерно утолстел, без страха уточняют себя. Это про кого говорит Писание? Апостол Иуда пишет. Пророки пишут. Трудно согнуться? Так работай. Я тебя могу назвать людей, которые работают, которых все есть. Наш отец инвалид войны. Без руки. Он никогда не ходил, не побирался. Картошку сам таскает, копает. Где еще только может сделать. Тихон Дмитриевич Лапкин. Пас. У нас есть с кого брать пример. Вот этим людям должна какая-то... Еще раз говорю, ни в фамилии, ни имен, ни места... Это обязательно будете дальше хлопать. Сначала брякнешь одно слово. Ой, вырежь это оттуда. Не будет ничего вырезано. Так и будет ставиться. Я наказываю это для всех. Дать тому, кто тянет. А кто не тянет, не работает, как я помогу? За него я должен работать, а он сидит на тележке. Если бы он работал, и Господь помогает трудящемуся. А если бы не трудится, еще он помогать будет. Он не посел. Видел я ограду его пошатнулась, завалилась, мимо ленивого. А скажи, что он ленивый, он не согласен. А ничего нигде не выросло. Ты тоже картошку мало садила? Не посадила. Ну вот и все. Когда у меня была возможность, мы садили три огорода. Один год накопали тысячи, четыреста ведер. И мы сдали там какая-то организация. Вот было. Сейчас у нас ничего нет. Ничего. Тем более я не садил. Не участвовал. Копать только помогай. И то там ползаю. Сколько могу. Говори. Он почему позвонил? Опять он. Тебе не надо говорить он и проще. Ты как-то умеешь речь сделать так, чтобы никого... Трижды предупредил. Он позвонил. Один из людей где-то что-то уже... Ты уже определенно выходишь. Сейчас будешь назвать имена, фамилии. И просить вырезать. Ты не о ком-то говори, а конкретно. Не трожь человека. А вот так правильно ли и правильно это делают. Я же предупредил. Я говорю отвлеченно. Кому надо, тот поймет, что о нем идет речь. Ну, как сказать. Если один человек, допустим, обнадежил этого человека. Все время я так и сказала. Говорю. Этот человек обнадеживает, что приезжай, копай и накопаешь себе, сколько тебе надо. А кто так говорил? Матушка. А? Матушка. Ну. Ну, я говорю. Приезжай, копай. Я говорю. А при чем ты? Я говорю. Надо поговорить с Игнатием раз. А во-вторых, говорю. Она все время обнадеживает. Она уже свою выкопала. Ее не будем трогать. Я говорю вообще о себе. Если она говорила, с ней пусть созванивается. Увозят. Никакого отношения я к ней не имею. Да. Да. И все, вопрос решенный. Я дать ничего не могу. У меня нету. Я все отдал. Нету. Ни рубля. Вот только нынче, вот я уже заплатил больше 200 тысяч. Больше 200 выложил. Записано. Еще непонятно. Понятно, что работа это титанический труд. Мы не о себе заботимся. Мы только сегодня еще успели сделать. В кино будет смотреть. Ему нужна картошка. Или ей, или им. Пускай сажают. Земли в России много. Это можно рядом к какому-то прильнуть и сказать. Можно там. Это нет, это нет. Был огород свой, картошка. Профукали все. Нету. Помощи нет. Ленивому я ничего не могу дать. Накормить. Если придет, накормлю один раз. А с меня больше в Господе не спрашивает. Ну и ладно. Все тогда. Так, сможешь ответить? Да. Так и отвечай. Не называя никого. Нам не надо конкретизировать где-то. Мы говорим вообще. Мы никогда не ходили в картошку, никого не просили. Не просили. Но когда у нас на работе почему-то не было, и я не мог посадить. Ты помнишь, Ковалеву давали картошку, которую выбрасывают. Вот какое-то такое. Такое-то ладно, а то вот. И мы сейчас такую не бросаем. Варим ее, чистим, подсушиваем и едим. Сейчас, даже в данный момент. Люди там куда-то поросятам давали. Мы сейчас никому не даем. Сами все. Хорошую кому-то помочь. Нуждающимся там, многодетные. И то я ничего не могу сделать без ребят. Братья все здесь делали. Я среди них даже не участвовал ни одного дня. Я приезжаю 10 июня. Вот так. Я прочитала, картошку можно садить даже в конце августа. Посадите, пожалуйста. В конце августа сажайте. Я в конце июля посадила. Она сейчас цветет у меня. Я целую сотку еще посадила. Можно замуж выходить и в 105 лет. Колорадский жук съел у меня ту картошку-то. Там бутылки 25 лунок выкопала, одно ведро накопала. Воскопала. Приезжайте, копайте. Все на этом, да? Я так и сказала. Больше никогда не выводи на меня никакие звонки, чтобы я не слышал. А ты мне даешь сведения, я отвечаю, и ты вижу, сразу спылила и пошла. Нет. Ты скажешь, нет, не спылила. Нет, нет. Ты возрадовалась и сказала, правильно муж ответил. Ты обманываешь сама себя. Конечно, все правильно. Ты недовольная пошла. Я ждала не такого ответа. Нет, а я потому что не досказала еще. А не надо, все понятно. Им нужна картошка, которую не садили. Нет. А потому что обнадежила. Да при чем тут? Им нужна картошка, которую не садили. Нет, нет, нет. Ну что нет-то? Хоть обнадежь, не обнадежь, они не садили. Вы никак не соглашаетесь с правильной формулировкой. То есть я хочу собирать урожай, который не сеял. Это как называется? Вам назвать как-то или сами догадаетесь? И главное, разговор сразу, звонок, могу приехать. Почему лесной вы умолчите? Почему было не приехать, не посадить? Почему было не приехать, никуда-то не ездить, то на курорт, то куда, а приехать попрополоть? В деревне даром не дается. Мы вчера ездили в Шерстобитову, мед. Он говорит, ни выходных, ни проходных. Да ладно, дети, внуки, все собрали. Все работают до одного, работают. Пар там какой. И у них рак. Я говорю, а почему? Потому что только в солнечную погоду пчела носит мед. И мы на солнце все время обожжение, рак кожи. Вот. А мы мед-то и-ка дай меду. И пойдем, везде подарки дали. Опять нам вот, вот он. Вот он вчера отдал. На. Держи. Мне не надо. Не надо. У меня есть. У тебя есть. Вот и замечательно. Я знаю, как это дарьет. Все, уходим. Уходим. Уходим.